Северный Вьетнам Северный Вьетнам Северный Вьетнам Сегодня мы расскажем драматическую историю об уникальном военном конструкторе Николая Федоровича Макарова. Его имя во всем мире стало символом надежности русского оружия. Северный Вьетнам Северный Вьетнам Северный Вьетнам Северный Вьетнам Северный Вьетнам Северный Вьетнам Он хохметь любил очень. Я танцевала своим молодым человеком, а он взял бы ножку подставил, и я прям грохнулась на него. В августе 44-го они поженились. Но долго побыть вместе им не удалось. Макарова направили на оборонный завод подмосковный поселок Кунцево. Его жена из-за болезни матери осталась в Туле. Проработав около года, Николай Федорович стал требовать перевода в Тульское КБ. И они рассказывали, что его не отпускали никак. Он говорит, как запустил чернильницы, все равно не удержите. Так, в конце 1945 года Николай Федорович Макаров пришел в ЦКБ-14. Сегодня известное как Тульское конструкторское бюро приборостроения. Именно здесь он и создаст свой пистолет, который станет легендой в мире оружия. 8 мая 1945 года представители германского командования подписали акт о безоговорочной капитуляции. В Советском Союзе начались работы по обобщению опыта Великой Отечественной войны. 20 июня 1945 года. Москва. Наркома вооружений СССР. Опыт боевого применения пистолета ТТ выявил недостаточную надежность автоматики, низкое останавливающее действие пули и ряд других недостатков. Необходимо разработать новый пистолет для принятия на вооружение в качестве личного оружия офицерского состава. Начальник главного артиллерийского управления Красной Армии. Такое внимание к личному оружию в то время не случайно. В послевоенном строительстве вооруженных сил планировалось резко усилить роль офицерского состава. И для армии это далеко не главное оружие. Это чисто, это вспомогательная вещь. Но в моральном плане она имеет значение большое. Поскольку его носит офицерский состав. И генеральский. Он должен любить свой пистолет и уважать. Новый пистолет должен был иметь малый вес, быть простым, абсолютно надежным и обладать значительной боевой мощью. Основные виды стрелкового оружия, используемого в Великой Отечественной войне, были разработаны под калибр патрона 7,62. Пистолет Макарова взял на вооружение патрон 9 мм, что позволило заметно увеличить останавливающие, шокирующие, опрокидывающие действия баллистического снаряда, выпущенные из данного оружия. При таком введении огня пистолет достигает скорострельности 350-360 выстрелов в минуту, что позволяет гарантированно уничтожать противника на ближней дистанции. В конкурс по созданию пистолета включились маститые конструкторы, такие как создатель ТТ Федор Токарев и разработчик автоматической винтовки Сергей Симонов. Однако в 1947 году из 12 образцов для дальнейших испытаний были отобраны 9-мм пистолеты никому неизвестных в вооруженном мире Константина Барышева и Николая Макарова. Новый 9-мм патрон выглядит очень красиво. Однако именно он попортил немало крови конструкторам. Малейшее касание выбрасывателя приводило к задержкам при стрельбе. Макаров находит неожиданно смелое решение. По всем правилам проектирования оружия патрон должен был идеально входить в патронник. Но в данном случае именно это правило оказалось помехой. Тогда Макаров расширил чашечку патронника, при этом задняя часть гильзы оставалась снаружи. Зато теперь патрон стал входить без перекосов. В марте 1948 года были назначены очередные испытания. Фаворитом конкурса считался пистолет Барышева. Макаров волновался, сумел ли конкурент решить проблему перекоса патрона. Он уговорил испытателя пистолета Барышева на несколько секунд задержать затвор. Увидев патронник, Макаров понял, Барышев не нашел нужного решения. Макаровский образец провел всю серию испытаний без единой задержки. В 1951 году 9-миллиметровый пистолет Макарова был принят на вооружение. Пистолет Макарова оказался потрясающе надежным и долговечным. В охране Тульского КБ приборостроения до сих пор стоит на вооружении один из 12 первых пистолетов, созданных для госиспытаний в 1948 году. Сколько сотен тысяч выстрелов он сделал, я не могу сказать. Я единственное могу сказать, что на нем не вышло из строя ни одной детали. Сегодня на технические испытания предоставлен один из первых серийных образцов пистолета Макарова, изготовленный более 40 лет назад и до сих пор стоящий на вооружении одного из государственных охранных подразделений. И сегодня в процессе испытаний мы посмотрим, насколько изменились вот актико-технические характеристики. Пистолет позволяет показать расчетную кучность при стрельбе. Это неудивительно. Ресурс стволов данных изделий был рассчитан на несколько сот тысяч выстрелов до полумиллиона. Оружие могло эксплуатироваться в самых разных условиях и необходимо было, чтобы при попадании в такую агрессивную среду, оружие могло мгновенно быть приведено в действие и без осечек и задержек, используемых по врагу. Сейчас проверим оружие на возможность введения боевой стрельбы. Проверим, насколько устойчивым окажется пистолет Макарова после попадания в водную среду, которая, как известно, является достаточно агрессивной для любого вида оружия. Как видно из проведенных тестов, пистолет Макарова показал свою устойчивость и надежность при попадании в различные агрессивные среды. Пистолет Макарова может считаться самым массовым пистолетом в мире. С 1953 года только на Ижевском механическом заводе выпустили около пяти миллионов штук. Получав офицерское звание, надев офицерские погоны, еще не в полной мере ощущаешься офицером. А вот получив личное оружие, чувствуешь, что стал уже настоящим офицером, настоящим, так сказать, защитником Родины, настоящим командиром. Я даже его до сих пор помню тот день, хотя прошло уже много лет. Это было 15 августа 1983 года, когда я первый раз в руки взял первое личное оружие. Пистолет Макарова показал высокую боевую эффективность в многочисленных военных конфликтах. Офицеры его называют оружием последней надежды. В историю оружейного дела Макаров навсегда вошел как создатель одного из лучших пистолетов. Но его конструкторский талант был значительно шире. Николай Федорович работал над самыми разными системами вооружений. С некоторых из них лишь недавно был снят гриф секретности. После принятия нового пистолета на вооружение нашей армии, перед Николаем Макаровым открывалась блестящая перспектива стать одним из ведущих конструкторов стрелкового оружия в нашей стране. Но Макарову этого было мало. Постоянное изобретательство стало образом его жизни. Сегодня с его одним из многочисленных изобретений знакома каждая домохозяйка. Это герметичная крышка для консервирования банок с соленьями. Была придумана специально по просьбе его жены. А на основной работе Николай Макаров буквально через год после триумфа своего пистолета приступает к совершенно новой для себя теме. 1 ноября 1952 года. На коралловом острове Элугелап в южной части Тихого океана прошло испытание первого американского термоядерного устройства прототипа водородной бомбы. Сила взрыва равнялась 10 мегатонн. Это превышало мощность атомной бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму в тысячу раз. 25 ноября 1952 года. Москва товарищу Сталину лично, секретно. На европейских аэродромах базируется около 300 потенциальных носителей ядерного оружия. Радиус их действий является достаточным для нанесения ядерных ударов по основным промышленным, военным и административным центрам Советского Союза. Руководитель СССР Иосиф Сталин был убежден, ответный удар – это единственная возможность избежать ядерного нападения со стороны США. Поэтому еще до американских испытаний он дал указание о разработке дальних стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Для защиты самолетов было необходимо создать новый тип скорострельных авиационных пушек. В это время талантливый тульский конструктор Николай Афанаси предложил механизм автоматики стрелково-пушечного оружия, позволявших поднять темп стрельбы до невиданного тогда уровня – полторы тысячи выстрелов в минуту. Его решено было использовать в новой 23-миллиметровой авиационной пушке, главными конструкторами которой назначили Афанасьева и Макарова. Работа была очень трудной в плане того, что были очень сильные конкуренты. На испытаниях пушки на первом советском реактивном стратегическом бомбардировщике Ту-16 конструкторы столкнулись с неожиданной проблемой. После залпа из пушки самолет резко терял скорость и высоту. Погасить отдачу попытались буферной пружиной, однако ее ресурса едва хватало на выстрел одного боекомплекта. Макаров предложил принципиально иной путь. Он отвел часть пороховых газов в специальную камеру, которая и стала буфером. Всего же в ходе работ над пушкой Макаров получил более 60 авторских свидетельств. В 1954 году пушка АМ-23 была принята на вооружение. Эта весть застала Николая Макарова прямо на полигоне. Когда ему передали об этой радостной вести, что его работа завершилась успехом, он выиграл труднейший конкурс. Он выбрал самую большую, самую грязную лужу. Тогда он был молодой, он устроил там пляску на этой луже. Ну и, естественно, вид вы можете представлять, какой был у него после этого. За создание пушки АМ-23 группе конструкторов была вручена государственная премия. Свои премиальные 400 рублей Макаров потратил на покупку жене пальто и меха для воротника. Когда в ателье отказались пришивать воротник, боясь испортить дорогой мех, он взялся сделать это сам. Он говорит, слушай, давай-ка сюда пальто и эту пластину, а я тебе сейчас выкрою. Он мне выкроил сам, пришил воротник и чудесное пальто было. Ну, за что ни брался, все у него выходило. В 1956 год новейшие американские высотные самолеты У-2 начали регулярные разведывательные полеты над территорией СССР. Сразу же в советских авиационных конструкторских бюро начались разработки истребителей, способных перехватывать высотные цели. Тогда Микояновская фирма разрабатывала самолет-перехватчик «Ураган-5». Он представлял собой высокоскоростную машину, а система управления этим самолетом позволяла осуществлять атаку на встречно пересекающихся курсах. Макаров взялся разработать пушку для этого самолета. Это была сложной задачей. Пушка должна была обеспечивать высокую скорострельность и при этом быть легкой и компактной. Макаров выбрал для нее барабанную схему, хотя у пушек такого типа было слабое место. Когда вы отделяете казенник от ствола, вам нужно найти способ обтюрации соединения между вот этим отрезанным казенником и стволом, чтобы не было здесь потери порохового газа при выстреле, разгаре этого места и прочие, значит, неприятности. Макаров и здесь нашел изящное и простое решение. Стык закрывался гильзой самого снаряда. На испытаниях пушка показала прекрасный результат. Со дня на день ожидалось постановление о приеме ее на вооружение. Но все изменилось в один день. 16 ноября 1959 года. Москва. Министру обороны СССР. Секретно. Дивизионным зенитно-ракетного комплекса С-75 под Волгоградом был сбит американский автоматический дрейфующий аэростат, летевший на высоте 28 тысяч метров, командующий войсками ПГУ. После этого инцидента правительство СССР приняло решение о прекращении работ по авиационным стрелково-пуличным вооружениям. Для Николая Федоровича это был удар от трагедии. Тем более, что приспособить эту пушку для каких-то других целей, ну, не получилось. Даже дома Николай Федорович не сумел сдержать эмоции. Единственное, когда я его видела, очень огорченным, конечно, это для него было прям как нож в сердце. Ну, вы сами понимаете, это же его, ну, как дитя выношенное. И вдруг закрыть. Впрочем, Макаров понимал будущее зауправляемой ракетной техникой. Вместе с другим знаменитым конструктором пистолетов Игорем Стечкиным, он возглавил работу над противотанковым комплексом ОООН. Но и здесь его ожидала неудача. На вооружение приняли аналогичный комплекс другого КБ. Тогда мы собрались, группа, значит, вот проигравших. Я помню, в моем кабинете это было небольшое количество людей, в том числе Макаров, Николай Федорович Стечкин. Он тоже тогда работал вот на ОООДе. Ну, и еще несколько конструкторов и теоретиков. Ну, и я, конечно, имея уже в виду определенные намерения, все-таки спросил, я говорю, так что будем делать? Ну, они сказали, бороться будем. Макаров включился в создание противотанкового комплекса ФАГОТ следующего поколения. Его отличительной особенностью являлась полуавтоматическая система наведения. Наводчику нужно было лишь удерживать при цели цель, а ракета управлялась автоматически. Эта работа с большими трудностями шла по той причине, что не было достаточного технического задела и научно-технической базы для таких разработок. Связь ракеты с комплексом осуществлялась по проводам. Однако на испытательных пусках провод постоянно рвался. Николай Федорович разработал десятки различных конструкций потушек, испытал разные типы проводов, но найти причину обрывов никак не удавалось. Макаров часами стоял перед стендом, на котором имитировалась размотка провода. Пока однажды ему не пришла идея. Чтобы проверить ее, он взял горсть песка, швырнул ее на провод и сразу произошел обрыв. Теперь ему стало абсолютно ясно, что причиной обрыва проводов были крупицы шлака от горения трассера. В этом была суть конструкторского таланта Макарова. Над чем бы он ни работал, будь то пистолет, авиационная пушка или ракета, он всегда добирался до сути проблемы. И в конечном итоге решал ее. В конце 60-х годов, когда Фагот стал обретать свои окончательные черты, параллельно начал создаваться более могущественный и дальнобойный комплекс «Конкурс». Противотанковые управляемые комплексы Фагот и «Конкурс» были приняты на вооружение советской армии соответственно в 1970 и 1974 годах. До сегодняшнего дня они считаются одними из самых эффективных средств выражения танков на средних и дальних дистанциях. Работа над этими комплексами была последней трудовой деятельностью Николая Федоровича Макарова. В 1972 году он перенес тяжелый инфаркт, второй за его жизнь. Через два года, когда ему исполнилось 60 лет, он вышел на пенсию. Я до последнего момента не верил, что он уйдет. Потому что он настолько был предан работе, думаю, ну не может быть, что бы он ушел. Нет. Говорит, работать в полсилы я не могу. Но перед уходом на пенсию в жизни Макарова произошло важное событие. Будучи дважды лауреатом государственной премии, имея два ордена Ленина и Орден Трудового Красного Знамени, а также много других наград, Николай Федорович страстно мечтал лишь об одной. Звонят из Москвы и говорят, эй, Макаров, тебе все оформили, героя. Вот тут он заорал ура. В 1974 году за выдающиеся заслуги в создании образцов вооружения и военной техники Николаю Федоровичу Макарову было присвоено звание Героя социалистического труда. С середины 80-х годов появились средства индивидуальной бронезащиты. К тому времени были разработаны новые образцы пистолетов и боеприпасов. Казалось, звезда пистолета Макарова закатилась. Но именно в это время он неожиданно получил вторую жизнь. Мы разработали новые решения технические и придумали патрон, который в тех же габаритах обладает гораздо большим бронебойным действием. Ну, примерно в 2-2,5 раза. Вот здесь железка толщиной 5 миллиметров показана. Она вот новым патроном к пистолету Макарова пробивается. Надежность и простота конструкции пистолета позволили создать на его основе целый ряд модификаций. Сегодня обновленный пистолет Макарова с успехом вышел на мировой рынок оружия самозащиты. На основе боевого образца были разработаны газовый, пневматический и спортивный варианты. В 2000 году в английском журнале Jane был опубликован рейтинг лучшего стрелкового оружия 20 века. Рейтинг был составлен по опросу специалистов ведущих оружейных фирм. В классе карманных пистолетов лучшим был назван пистолет Макарова. Причем мнение специалистов, составителей рейтинга было единодушным. Пистолет, созданный русским конструктором по своей простоте, надежности и габаритам будет еще долго оставаться востребованным и в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова